Всем привет, дорогие друзья, с вами дядюшка Розе. В прошлом видео вы просили меня не петь, потому что вам не нравится, как я пою, хотя творческий человек, я так слышу. Конечно же, поставил адекватные условия, 100 лайков, это совсем адекватно для полторы тысячи просмотров, думаю, это вполне очень адекватно. Если не хотите, чтоб я пел и мучал вас, теперь продолжим с народной творчести. Сегодня песни не будет, я вас пожалею. Стих. Знаешь ли ты, что вдоль ночных дорог Мазай шел босиком, не жалея ног, и дупло, дупло его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай. Также, ребятушки, всем привет от Эвсона с Леоной в четвертой, передает привет своему клану. Также очень было приятно, когда я за часиками вернулся на Леону вторую. Много мемберов, которые прошли со мной с начала игры, да, там еще кто-то новенький появился, да, писали мне в личку, там, Розе, привет, рад тебя видеть. Тоже очень приятно, когда такое происходит. Я тоже рад был вас всех видеть. Ахейтеры со Ситиболт. Про что мы поговорим? Про ивенты. Давайте я вам объясню, как происходят обновления в Lineage 2 Mobile. Мы знаем, что каждую среду происходит какое-то обновление, но бывают два типа обновлений. Это крупное и маленькое. Не маленькое, а промежуточное обновление, так скажем, потому что крупное обновление приносит нам какие-то инстанты, да, там новое, что-то новенькое. Что-то интересненькое, постоянненькое, какие-то там классы, что-то изменения, кого-то апают и все такое. Это промежуточное обновление. Крупное обновление происходит каждые две недели. То бишь, одна неделя крупное обновление, вторая неделя промежуточное обновление. Бесконечно начало старта серверов. Так происходит. Обновление 14 февраля. Всех с днем влюбленных. Внесены изменения в арену Остров Древних. Поделены на кластеры. Барц Эрика, Леона, Зикард. Обновлены ивентовые коллекции Башни Дерзости. Это у NPC, можно покупать символ Дерзости, он же так точится. Продлено действие коллекции редких временных предметов. Ивенты. Теперь место мировых боссов на время ивента до 28 февраля будет Бласовенный Тортемон. Которого будут выпадать двойные награды. Мировой босс, который находится в данных локациях, видите на экране. На них можно ходить всем. Только отключайте масухи. Также писемка утром и вечером. В 9 утра и в 6 вечера будут приходить писемка. Там виталка и очень вкусные предметы. Это зелье пробуждения среднего качества. Это 300 очков пробуждения. Зелье развития 10% 2 штуки. Магические фрагменты. Новое измерение 30 штук. Ну хоть не расходники, которые я удаляю. Уже хорошо. Переходим в игру. Добавляется сезонный пропуск. Активируется за миллион адены. Там куча виталки. Финальная награда 40 к виталки. Пропуск небольшой. До 21 числа. Очень вкусненькие. Кристаллы души могут выпасть. Также карты. Агатионы. Цветки модификации. Усиленный камень магии. Ну тут видим разненькие подарочки. Такие такие. Проходим. Все как всегда. Вот. На мирового босса надо сходить. И получите еще дополнительно сердечко. Может было сейноситок модификации. Выпасть кристаллы души. Агатионы. Классы. Также добавляется бонус. Вот такой вот бонус на 7 дней. Такие же сердечки. 30к орденов. 30к знаков поручения. И такие же сердечки кристаллами души. Там рандомно вам может выпасть или не выпасть. 1 предмет из списка. Вот. Позволяет получить следующий предмет. Позволяет получить случайный предмет из списка. Теперь давайте к донатику переходим. Вот такой вкусный бонус. Который я возьму. Потому что финальная награда. Это 100% героическая карта. И бонус на 14 дней. Плюс вы можете выбирать. Или карта на Агатионы. Или на класс по 11 раз. Или ту, или ту. В итоге 14 карт. Бонус до 13.03. Очень вкусненький бонус. Тут и ордена. И 5000 очков пробуждения. Бонусная монета мастерства. Такое. Кристаллы души. Донат магазин. Продолжается смена сервера до 19 числа. Также смена класса на арбалета. Читал форум. Конечно там сказочный человечек. Писал про смену класса. Он хотел поменять карту. Но его ввели в аману. Вот эти монеты смены класса. Он почему-то подумал, что нужно купить всего лишь одну монетку. И он поменяет класс. Смена класса в зависимости от ранга карты. Стоит свою сумму. То бишь базовая смена 100 адены. Еще есть доп стоимость. Доп стоимость всегда будет. Каждая категория, которую можно сменить. Там одну карту. Снаряжение. Снаряжение магазина. Умение. Это будет все стоить доп стоимость. Так тот человек еще требовал. Говорит. За одну монету он смог сменить карту. Это что-то, короче, очень интересное. Добавляются донат паки. После новогодних паков они какие-то. Конечно, ордено очень неплохо. Я всегда по минималочке беру. Примерно 2 ляма ордено с одного пака. Что в этих паках хорошо, это 100% душа. Легендарный кристалл души. Скажите, что эта игра не заточена под донат. Также вот такой вот пак за 1500 алмазов. Карты класса мастера. От редких до легендарных 6 раз. Карты агатиона мастера. От редких до легендарных 6 раз. Карты класса. И карты высшего агатиона. И класса по 11 раз. По 5 штук. Кристаллы души мастера. Кристаллы души мастера. Обычные кошачья банда. И кристаллы души высшего. Двухэтапные паки. Чисто под бустится. Кристалл души на выбор. Очень неплохой пак. И кристалл души на выбор. Подметим за Адену. Идем дальше. Вот такой пак призыва величия. Тоже вот такой мешочек на выбор расходники. Тут у нас ап мастерства высшего качества. Благосовенная святая вода. Инхасад. Реликвия энергии. Кристалл души высшего. Котики обычные. Карты класса Агатиона. От редких до легендарных. Паки с талисманами. Идут паки с постоянными коллекциями. Если у вас нет этой коллекции. Покупайте паки. Потому что увеличение урона от умений всегда вкусно. Точность, блокировка урона от оружия. Весь урон, сопротивление урона от умений. Также если у вас эта коллекция закрыта. Вы можете создать карты класса мастером. В зависимости сколько вы купите паков. Или одну карту или две. Или расходники такие. Сундук ЕВС часами. Благосовенная святая вода. Также. Благосовенная святая вода в самом паке идет. Чистый эликсир. Трика очкового пробуждения. Кристаллы. Улучшенный кристалл. Ордена. Знаки поручения очень по чуть-чуть. Мастера 6 раз. Редкие легендарные и высшего. Карты по 11 раз. 4 штуки. За талисманчики мы можем скрафтить цветок ремесленника или карты. Карты мастера или высшего. 100% шанс карты. В определенное время можно скрафтить, можно попытать удачу, крафтить фил книгу, которая игнорирует сопротивление урона 5% наследника. Также красные книги. При убийстве врага. Восстановление хп плюс 20. Абсолютная точность 2%. У оглушенного персонажа сопротивление оглушения временно плюс 3%. Снижение урона 5%. Хорошая бы искал книга даже для кача. Также уменьшает шанс сопротивления частому наложению аномального состояния. На этой неделе сундуки Евы создания с вещами. Вот такие вот интересные вещи, которые идут в высшую алхимию и в коллекции. Сопротивление аномальному состоянию плюс 5%. Сопротивление крит атаки 10%. И символ весь урон плюс 3. Точность плюс 2. Крит атака плюс 5%. Блокировка оружия плюс 7%. Точится небезопасно. На 1. Символ старейшего дракона. Свитки. Привязанные в оружие. Да? Свитки. А, это. Свитки в броню. Свитки в верхнюю часть брони. Так, вроде бы все. Если я что-то пропускаю, всегда пиши в комментариях. Потому что мы играем в это вместе с тобой. Как всегда, дядюшка Розе. Еще увидимся. Пока.